Свой 20-летний юбилей отмечает российская телевизионная радиовещательная сеть. Ровно 20 лет назад указом президента Российской Федерации от 13 августа 2001 года было создано федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная радиовещательная сеть». Но на самом деле история не начинается в 2001 году как создание федерального государственного унитарного предприятия. История начинается в 30-40-х годах, когда было впервые запущено телевидение. И в процессе уже были очень много организаций, но в конечном итоге привело к тому, что было образовано ГОПРТ РС. Визитная карточка нашей организации – это башня Останкино, которая находится в Москве. На данном предприятии работает около 15 тысяч сотрудников. По Российской Федерации более 5 тысяч объектов, в которых более 10 тысяч находятся передатчиков. Все они осуществляют передачу первого и второго мультиплекса. Что такое мультиплекс? Ну, это в каждый мультиплекс входит по 10 телевизионных каналов. Кроме этого, есть еще присутствуют три радиовещательных канала. Это «Радио России», «Маяк», «Вести» и «ФМ». Главная задача предприятия – дать возможность всем жителям страны смотреть телеканалы и слушать радиопрограммы в отличном качестве и без абонентской платы. Камчатский край не исключение. В регионе есть филиал РТРС, который следит за вещанием на территории полуострова. Данная антенна у нас экспресс-ЦС, 4,8 метров. Мы с нее принимаем первый-второй мультиплекс, первый мультиплекс 10 каналов, второй мультиплекс 10 каналов и передаем на край местные региональные вставки. Камчатский филиал РТРС оказывает услуги по предоставлению спутниковых каналов связи различным ведомствам, в том числе и силовым структурам. Вот сейчас мы находимся на станции «Орбита». Вот эта антенна, которая стоит на крыше, называется «Тана-57». В свое время здесь было около 54 магистральных и внутризоновых каналов, по которым работали и силовые структуры, и сотовые операторы, и научно-исследовательские институты. Она имеет двухзеркальную антенну и имеет устройство отслеживания спутников. В 2018 году РТРС закончил строительство сети цифрового наземного телевидения, которая дала возможность принимать 20 цифровых телеканалов и три радиовещательных. Это «Радио России», «РФМ» и «Маяк». Причем, в отличие от аналогового вещания, сейчас нет каких-либо сбоев или искажений изображения. Все замечали, это и плохой неустойчивый прием, это рябь на телевизионных экранах, неустойчивый звук. Сейчас же, когда с внедрением цифровых технологий появилось цифровое телевидение, то потребитель, а это население Российской Федерации, они могут смотреть в качественно. То есть цифра, она есть или ее нет. Она или идет в качественном формате, или ее вообще нет. Но люди получили возможность смотреть, вот в данном случае у нас в Камчатском крае, во многих населенных пунктах было от одной до трех-четырех программ. Сейчас в большинстве, в своем, а это 96% охвата населения Камчатского края, то есть они могут смотреть 20 телевизионных и три радиовещательные программы. На данной карте Камчатского края можно видеть полностью все наши объекты. То, что зеленым цветом, это объекты бывшего аналогового телевидения. Раньше у нас их было 64 объекта, то есть логистика очень была серьезной. И обслуживание этих объектов тоже составляло определенные трудности. То, что отмечено красным цветом, это цифровые объекты настоящего сейчас вещания. Стоит отметить, что Камчатский край одним из первых в Российской Федерации начал вещание в цифровом формате телерадиопередач. Камчатка действительно была пилотным проектом. И у нас в 2010 году начиналось строительство первой-третьей очереди по цифровому вещанию. В очень сложных условиях. Практически за три месяца, это было сентябрь, октябрь, ноябрь и уже сдавалось в декабре, в тяжелых условиях строились эти населенные пункты. Это такие, как Тегиль, это Соболево и другие населенные пункты. Тем не менее, задачи были выполнены. И 28 декабря мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию данных объектов. Все трудности удалось преодолеть. И сейчас практически каждый житель Камчатки без сбоев может смотреть телевизор или слушать радио. А сотрудники РТРС тщательно следят, чтобы все работало стабильно. Аппаратная зона контроля. У нас здесь находится смена, где сидит два человека. Один человек делал оперативное управление сетью. Один оперативный дежурный Нагорного. Они следят за приемом первого мультиплекса, 10 каналов, второго мультиплекса. Здесь мы контролируем, что мы передаем на край. Здесь мы то, что принимаем с сопки мишенной. Здесь выведены все 20 каналов. Это контроль анночастотной сети. То, что сейчас у нас в эфире смешенной и скоряк. Сейчас мы находимся в цехе телерадиовещания города Петропавловск-Камчатского. Раньше мы были на орбите. То есть там, где принимался сигнал основной. Этот сигнал передается сюда, в цех телерадиовещания. Где и формируются все основные сигналы. И вот на данном случае, так же, как и на земной спутниковой станции «Орбита», здесь осуществляется контроль, только уже непосредственно выхода в эфир. Помимо всего вышеперечисленного, инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения ОЧС. Мы находимся сейчас в помещении центра формирования мультиплексов на Камчатский край. Основная задача данного комплекса – это получить сигнал программы «Россия-1», «Россия-24» со студии ГТРК «Камчатка» и передать его на наш передатчик и на край. Также в этом же комплексе осуществляется врезка в цифровое телевидение сигнала ГОЧС. То есть при каких-то чрезвычайных ситуациях по команде с ЦОДа ГОЧС запускается сигнал оповещения. То есть он формируется тоже также на данном центре формирования и передается на весь Камчатский край, на каждый телевизионный перетатчик. За 20 лет было сделано много, но еще есть куда расти. В планах у РТРС – расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей и операторов связи. И в организации уверены, что благодаря людям, которые любят свою работу и каждый день трудятся на благо жителей страны, все получится. У нас работало очень много людей, которые сейчас ушли на пенсию, которые не работают. И наши сейчас действующие сотрудники, которые сейчас работают и обеспечивают вещание. Я хочу от своего имени, от имени своего руководства поздравить всех с 20-летием, пожелать всем удачи, здоровья, а здоровье сейчас самое главное, и успехов в учебе, кто еще учится, и в работе. Коллектив «Масс Медиа Ньюс» присоединяется к поздравлениям и желает всему коллективу РТРС процветания и новых успехов в такой сложной и важной работе. Редактор субтитров А.Семкин